Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Новоаренгольская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства авиаинцидента с вертолетом Ми-8 авиакомпании ЮТР. Сегодня экипаж воздушного судна, выполнявший коммерческий рейс по маршруту Баваненковым и Скаменной, сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвел вынужденную посадку на площадку в 55 километрах от аэропорта Ямбург. Все прошло благополучно, пострадавших нет. На борту находилось три члена экипажа и девять пассажиров. К месту посадки был направлен резервный вертолет. Транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов. Госавтоинспекция Ямала сообщила о 22 ДТП за прошедшие сутки. В одном из происшествий пострадал человек. Около полудня 19 марта на 298-м километре автодороги Сургут-Салихарт водитель «Газели» въехал в попутно движущийся Урал. Отмечается, что автомобилист не учел погодные условия и выбрал небезопасную дистанцию. В результате столкновения кабина легкового грузовика сильно деформировалась, водителю потребовалась медицинская помощь. В Новом Уренгое водитель привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения благодаря социальным сетям. Внимание автоинспекторов привлекло видео, размещенное в одной из городских групп. На кадрах отчетливо видно, как водитель разворачивается в запрещенном месте, создавая аварийную ситуацию. Полицейские отыскали нарушителя. Он оштрафован на полторы тысячи рублей. Трое жителей Надыма жестоко расправились с двумя своими знакомыми, истязая их несколько дней. Трагические события начали происходить 31 января прошлого года. Тогда двое мужчин вместе распивали алкоголь и пригласили к себе еще двоих собутыльников, с которыми у них был конфликт. Когда гости пришли, они их избили. От одного требовали отдать 20 тысяч рублей. Так прошли сутки. На следующий день в гости пришел третий обвиняемый, и они вместе продолжили пить спиртное, попутно издеваясь над пленниками. Умерли жертвы от множественных травм тела, ножевых ранений и болевого шока. Полицейские узнали об этом преступлении только 3 февраля, когда один из мужчин заявил об этом сам. Обвиняемым грозит пожизненное заключение. 15 лет в тюрьме может провести 28-летний житель Ноябрьска за убийство своего отца. Трагедия произошла 13 января. Во время пьяной ссоры молодой мужчина избил родителя ногами по голове и ушел из дома, чтобы продолжить алкогольные возлияния в компании друзей. Когда он вернулся домой, отец был уже мертв. Было возбуждено уголовное дело. Оно вместе с обвинительным заключением направлено в суд. Организация, подкупившая завхоза школы номер 2 из Салихарда, оштрафована по решению Ямальской Фемиды. В ходе следствия было установлено, что генеральный директор фирмы для беспрепятственного заключения контрактов передал замдиректору школы по административно-хозяйственной части более 500 тысяч рублей. Схема была раскрыта. Завхоз заплатит 2 миллиона. Организация, участвовавшая в злодеянии, 1 миллион с конфискацией предмета правонарушения на сумму 500 тысяч рублей. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.